Есть такой аспект, как лунные приливы и лунные отливы. Хотя с отливами большой вопрос, это так они, к слову, если их приливы присядли. Так вот, если Луна действительно как-то воздействует на нашу планету, то это воздействие не будет локальным. Оно будет иметь очень огромную площадь. Диаметр этого воздействия будет, как минимум, до половины диаметра нашей планеты. Естественно, у него будет апогей. И вот такая вот блямба из прилива должна быть, которая, если действительно такое воздействие лунной гравитации имело до места быть, которая бы закопила, закопила все и на один километр того, что находится в районе экватора или, по крайней мере, между тропиками. Вот. А мы с вами знаем, я уже об этом на одном своем видео рассказывал, как довольно некисло отписанная последовательность наступления лунных приливов на побережье Франции, да, где там сейчас там в одном атолле, там через 15 минут, в другой бухте, через там еще 20 минут, в третьей бухте, через пять минут, в четвертой бухте. Когда начинается лунный прилив, ну и поймите правильно, он не работает, не работает то, что есть из того, что мы наблюдаем, не работает никак по сравнению с тем, что нам рассказывают. Ну и никак оно не работает. Вот, опять же, да, хочется вам напомнить, что есть такое понятие эклиптика. Да, очень долго эклиптика считалось это плоскость, которая делит сферу, плоскость, по которой вращается Земля, в этой плоскости находится и Луна, и Солнце, да. Вот, ну, потом, когда там старые плечащики, слышите, ну в таком случае у нас там затмение волнечном воздействии все время, а полнолуние не должно быть никогда. Ну хорошо, сказали, там идет отклонение на пять градусов, да, как раз какая величина, которая там не позволяет этому быть, и это отклонение, вот это вот все, оно гуляет, да, вот так вот гуляет, вот так вот гуляет, вот это вот примерно так. Причем я еще помню в советские учебники, да, основном и девятый-десятый глаз, где, собственно, эклиптика это было вот классическое вот это понятие, да, плоскость, которая там никуда не гуляет, никак ничего с ней не происходит. Да, ну потом они, в общем-то, довольно, эти ребята красиво решили этот вопрос, они там придумали барицентр, который теоретически, конечно, может существовать, да, это некая точка, вокруг которой вращается, там, вторично вращается, это и Земля, и Луна, да, соответственно, вот движение этой точки вокруг Солнца, да, эта плоскость стала считаться, совместно с Солнцем, стала считаться эклиптикой. Вот это было сделано для того, чтобы вот нивелировать некоторые противоречия с Луной, потому что Луна вообще, она как бы такая подруга, она поперек горла, апологетам сегодняшней науки, стоит, вот, почему она поперек горла, ну потому что, вот, грубо говоря, да, есть там, таблица присутствия Луны, ее движение, ее наблюдение для, там, практически, там, каждой точки Земли, для каждой точки времени наблюдение Луны, в каком она находится созвездие, да, так вот, грубо говоря, из десяти случаев, сам смотрю, из десяти случаев, в восьми случаях, да, действительно, ее пребывание в этом созвездии соответствует этим таблицам и убеждениям, а в двух из вестей не соответствует, она либо отстает на целое созвездие, либо убегает на целое созвездие. Так что Луна вещь такая, поперек горла нашим ребятам стоит. Вот, и для этого, там, вот, нужно в зодиак вводить еще одно созвездие, там, змея лова, еще чего-то, еще что-то будет придумываться, еще что-то будет открываться, еще что-то будет добавляться, в этой рисунке будут извращаться еще больше, благо это приносит необходимый результат, потому что народ вокруг дебилеет и дебилеет все больше, да, вот. Что говорить о тех же американцах, они, грубо говоря, скушали управляемое разрушение двух башен плеснецов, да, когда верхний этаж упал со скоростью, равной скорости свободного падения, да, им все-таки смогли доказать, что это сделал какой-то Беня с Ладаном, вот. Ну, если они сказали, то, естественно, вот эти рисунки, вот такое Солнце, вот такая Земля, посередине какая-то Луна, конечно, они работают, американцы молодцы, у них был праздник, они веселились, кто-то заработал много миллионов долларов, дай Бог, дай Бог. Единственное, что хочется сказать, это плохой признак, такое затмение, это плохой признак, из чего можно сделать вывод, что этой Америке может быть скорость идёт. Итак, некоторые, кто не знаком с этим видео, спросят, а как же оно на самом деле? А на самом деле всё очень просто. Я уже говорил, что лично я живу внутри полой земли, вот наша полая земля, внутри которой я живу, да, толщина, толщина слоя порядка, ну, скажем так, без лишних подробностей, скажем, порядка 200 километров, вот это у нас, скажем так, север, вот это юг, вот, ну, я, соответственно, получается, да, там, стою сейчас и здесь, вот, стою вот здесь, да, действительно, здесь 12,5 тысяч километров, периметр, длина окружности равна около 40 тысяч километров, всё это, как бы, соответствует тому, что мы знаем, да, но тут нужно пояснить следующее, очень важно, пояснить следующее, что, ну, такие ребята, которые, скажем так, человечество, по-саму и не порвусь, как говорил, короче, человек, натянули, да, имя этим ребятам, их-то много таких ребят, но такие наиболее известные имена, это господин Мюнсон и господин Мюнштейн, да, один нам рассказал, Блайку, про всемирное тяготение, на самом деле, всемирного тяготения не существует, да, тяготение, тяготение у нас локальная вещь, а локальный, локальный эффект, локальный эффект чего? Локальный эффект того, что мир состоит из эфира, в другом эфир, в той или иной форме, вот, так что, собственно, проявление слости эфира, я не буду вдаваться, в подробности проявление слости эфира создают такую вещь, как гравитация, это гравитация, соответственно, локальная, ну и, грубо говоря, ее, вот здесь, где я стою, сотворяет материал, находящийся на расстоянии, там, 150 километров вокруг меня, вот эта вот материя создают такую силу, соответственно, да, у нас там гуляет величина массы, у нас там есть горы, у нас еще там что-то есть, есть другой стороны спадины, да, и вот это уровень, и величина гравитации тоже гуляет, не сильно, но гуляет, вот, это, значит, два, проявление, да, ну и, соответственно, еще один из выводов два, номер три, это то, что свет, это вибрация эфира, просто вибрация эфира, имеется в виду, что идет волна, продольная волна, что можно хорошо наблюдать на воде, да, там, не продольная, ну, предположим, на воде, капнуло, разошлось, точно так же распространяется свет, и отсюда очень интересный вывод, что если это действительно свет так распространяется, то длина его пробега, она не бесконечна, она конечна, он, в конце концов, затухает, причем затухает интересным образом, как он затухает, мы все с вами знаем, да, как у нас выглядит свастика, асфальтика у нас с вами выглядит вот так, а она как раз, о чем говорит, о том, как распространяется свет, солнечный свет, в частности, и свет вообще, от любого источника, он, в конце концов, затухает, как правило, поворачивает в силенную сторону, так вот, что у нас с вами посередине, а у нас с вами посередине солнце, но не совсем посередине, да, там есть, скажем так, какая-то плоская земля, плоская земля есть, ребята, не беспокойтесь, есть полуферическая земля, ну, правда, слово земля там не подходит, к тому варианту, как мы, синий свет, вот, и вот, значит, в таком вот варианте у нас с вами примерно траектория, по которой движется солнце, да, в течение года. Вот у нас с вами солнце движется по такой траектории, вот у нас тут есть солнце, да, у нас сейчас лето, оно меня пустит. Ну, понятно, что тут тематически нужно чуть-чуть двигать, ну, мы так примерно, чтобы понимать, я думаю, будет достаточно. свет, это волны и синий рамок. Я задуманно написать, могу молчать. Вот, и так у нас с вами есть солнце, и у него есть орех распространения его излучения. он вот такой вот, да, я согласен, нужно, нужно строго, нужно быть трудным, нужно быть трудным в этом деле. Что же летом, да, может, что-то есть. Лето, лучше питаться. Вот так, вот так, вот так. Ну, примерно, понятно, да? Вот, то есть, о чем я говорю. Лучи, лучи, идут-идут практически прямо ровно, они сильные, они сильные, они сильные, они ближе к этой части. Чем дальше, тем они больше ослабевают, больше ослабевают. И здесь включается эффект гравитации, да, горячий эфир. Он воздействует на волнение этого эфира. Вот это волнение, так, грубая, как ринза, отражает в сторону, да, вот сюда. Потом она хоп, затухла. Хоп, затухла. И тут то же самое, все хорошо, все хорошо, прекрасная москва, все чудесно, прямые падения, отражение, частичное отражение идет. То, что отразилось, отразилось и затухло, вот, а здесь у нас с вами точно такой же изгиб один, затухание, изгиб другой, затухание. И вот, те ребята, которые находятся здесь, да, а чтоб в данном случае было более понятно, мы же с вами не живем ни на одном улице, ни на другом. Вот, мы с вами возьмем и решим, что север у нас с вами вот здесь, и мы смотрим сверху, на планету. Условно, на планету, потому что за корону думаешь. В таком случае, да, ребята, у которых начинается день утра, они видят восходящее солнце, завтра человек стоит, ему лучи, они поднимаются снизу, солнце для него поднимается снизу, он видит лучи восходящего солнца, и чем дальше это дело движется, тем у него это солнце приближается к действительному своему положению в явном осуществлении. То есть, действительно, где находится положение солнца, можно определить, ну, практически, вот, в зените солнца, для вас сегодня, в этих пределах, да, солнце в зените, это его истинное положение внутри вот этого яйца, в котором мы живем. вот, соответственно, да, когда день уходит, день уходит, да, тут его ребята стоят и провожают этот день, солнце было высоко, высоко, раз опустилось, опустилось, все ниже и ниже, красное, почему красное, потому что свет останавливается все больше и больше, смещение в красный спектр и тому подобное. Вот, это вот так вот у нас распространяется солнце, причем свет солнца, причем, сами понимаете, давайте с вами теперь посмотрим, потому что там один хороший человек сказал, но вот в данном случае луна ее затмение как бы противоречит тому, что я говорю, ну, на самом деле она не противоречит, а все, все хорошо. Вот, значит, сейчас к луне вернемся, я еще хочу сказать про МКС, да, помните, помните, что у нас на орбите на расстоянии около 400 км, 400 км, летает МКС, летает МКС, и его камеры, они смотрят вниз, туда, сюда, туда, вот здесь, по сторону, где у нас источники света, не усмотрят, там есть источники света, там звезды, там эпидемиологическая луна должна быть звезда, когда он входит в дневную часть, да, солнечного света, у него также идет восход, он также видит этот восход, который поднимается снизу, за него лучи, действительно, они приходят снизу, то есть он снизу поднимается, вот, а когда он не видит ничего внизу, вот здесь, здесь, внизу у него вот эта бездна черная, это наша, с вами, земля, которая ничем не освещена, она ничем не освещена, вот, поэтому мы видим в ночное время там темную бездну, причем более того, он когда перемещается сюда, вот сюда, пролетает вот здесь, пролетает вот здесь, что интересно, что интересно, что, вот этот свет, который попал сюда, и отразился, он, если вы обратите внимание, и будете внимательны, то, что видно на МКС, это небольшая территория, ее поперечник трудом превышает 500 километров, и вряд ли больше тысячи километров, по моим оценкам, порядка 600-700 километров, в лучшем случае, вот, при этом, тоже интересная ситуация, если вы обратите внимание, там всегда облачно, ну, всегда облачно, я даже один раз, посмотрел, когда он будет примерно над нами, он пролетал, на, на, на границе Ростовской области, Голославского края, и вот, это было лето, да, по-моему, конец июня, у нас уже было жарко, в ближайшие дни и последующие дни ни одного облачка, ни здесь, ни в Ростове, специально посмотрел погоду, нет, как назло, пролетая на нашей территории, внизу под МКС, плачная облачная, почему там такая облачная, ну, поймите правильно, если там не будет облачной, там будут какие-то фишки, к которым можно привязаться, да, то можно будет и видеть, что этот километраж довольно маленький, а все остальное не освещено, еще при этом вот такая дуга идет, а это как раз действительно иллюзия, связанная с отражением солнечных лучей, которые затухают, они уже на излете доходят сюда, то есть, те, которые за пределы вот этой зоны там, 600-700 километров, они долетают, за пределы этой зоны, они не долетают, они затухают перед, да, соответственно, их не видно, сбоку то же самое, сзади то же самое, вот, причем, что интересно, те, которые, получается, вот такой круг, пятно, пятно, которое видно, естественно, пятно, которое видно, имеет вот такой вот полукруг, да, плюс еще сюда добавляются определенные свойства этого света, в одну слову больше, в другую меньше отклоняться, вот, кстати, мы видим то, что мы видим на МКС, вот эти камеры чудесные, вот, до этого ни одна камера сюда не смотрит, звезды не видны, как вы обнаружите, да, глядя на МКС, хоть неделю просидите, хоть месяц, Луна тоже не видна, ее там нет, и просто там не подразумевается Луна, вот, теперь вернемся к Луне, в которой мы начали, да, что происходит с Луной, что же такое лунное затмение, которое мы, кстати, недавно наблюдали, частичное затмение в Москве было, и у нас было видно частичное затмение, я тоже его смотрел, все подходит, но, с Луной все очень не просто почему, потому что нужно понимать, что такое Луна, почему она светится, где она светится, как она светится, ну, я вам расскажу, только не смейте, да, значит, Луна, это, не сера, это полусера, вот, полусера, вот такая, вот такая полусера, да, если мы вернемся, первоначальные координаты, да, это вот, половинка, раньше это была полная сфера, тогда, именно когда-то, это была полная сфера, потом, произошла дата, потом другая, дата, дана, вот, и, это самое, она пополам, вот эта половинка, и вращается, да, половинка, всегда, вот эта, вот эта часть обращена к земле, поверхности земли, а вот эта, она всегда обращена к солнцу, всегда обращена к солнцу, и что происходит, да, когда, происходит следующее, сама луна по себе является источником света, почему, как, что, я не знаю, вот она светит, она не светится только в одном случае, когда внутрь, вот те места, где внутрь, светит солнечный свет, светит солнечный свет, эта часть со стороны внешней темная, она не светится, месяц, это темная часть луны, и, соответственно, это тень солнца, точнее, свет солнца, оставляющий, свет солнца на внутренней части, оставляющий тень на внешней части, вот, как и что, можете посмотреть, там как раз, в общем-то, это хорошо работает, вот все эти фазы луны, как раз, в общем-то, хорошо идут, под это дело, то есть, не надо забывать, что луна, при этом, находится, на довольно большом расстоянии, от солнца, и она, у нее дыхание происходит, да, вот в этом диапазоне, то есть, у нее есть, там, наиболее, дальняя точка, когда свет солнца до нее никак не доходит, и у нас здесь, ночь, потому что, к нам тоже, свет солнца не доходит, он закупает, там выше, на тысячу километров, примерно, вот, значит, а когда, она максимально близко, туда, да, в зале, там, вся, вся, там, да, она, полностью темная, начинается, на луне, вот, или, там, окна, убежали, значит, так вот, так вот, так вот, что такое, лунное затмение, в таком варианте, в таком варианте, лунное затмение, это как раз, вот этот вот вариант, где-то больше видно, да, вот там наступает ночь, наступает ночь, вот здесь вот, не совсем, конечно, ну ладно, грубо говоря, вот здесь вот находится луна, у нее, когда у нас затмение, естественно, когда у нас, полнолуния, и когда ночь только начинает, что интересно, обратите внимание, ну это, в общем-то, так вот, это самое понятно, надо этим трениться от всех, вот, так вот, она светится полностью, полностью светится, потому что, ничего я не подключаю с ней, с внутренней стороны, и таким образом, таким образом, получается полнолуние, а когда получаются затмения, когда вот эти лучи, 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 они отражаются, и успевают долетать до части этой луны, подсвечивания, то есть, лунное затмение, это солнечный свет, который догнал луну, в данном случае, в другой стране, с этой, догнал луну, отразившись от земли, то есть, лунное затмение, происходит тогда, когда луна максимально близка к поверхности нашей матушки земли, так вот, так вот, эта величина, по моим прикидкам, менее тысячи километров, ну, и, наверное, более 500 километров, судя по тому, как распространяется свет, по звездам к МКФ, то есть, представьте, что, какие размеры луны, что это такое, и, собственно, так, она недалеко, от поверхности земли, да, в минимальном расстоянии, так здесь, там, 500-600 километров, вот, причем максимальное расстояние, еще раз говорю, это там, тысячу, может быть, 1200 километров, вот, так что, такие дела, ребята, все оказывается довольно просто, было это известно, всегда, вот, ну, последние, там, не знаю, полторы сотни, 500, пять сотен лет, еще сколько-то, да, была поставлена задача, определенная, по, одурманиванию, площадь, введению рабства, повсеместного, вот, эта задача выполнена, да, и сегодняшняя, наша сегодняшняя задача, это, собственно, проснуться, и перестать быть рабами, рабами чужих, чужих сказок, и рассказов, да, а посмотреть на них, которые он есть, на этот прекрасный мир, вот, на его сказочных, по-выскому слову, вот, на те перспективы, которые он дает каждому живущему на земле, всех благ, и еще раз праздника, и еще раз праздника. Спасибо. Продолжение следует...